Нутрициолог Нутрициолог Я сейчас вам расскажу, как можно объяснить любому человеку без высшего медицинского образования, ну такой свободный радикал. Представьте себе, что мы здесь все сидим с вами, и на нас один всего лишь халатик, это один слой одежды. Это на нашей поверхностной орбите один радикал, один радикал, электрон, электрон. И тут заходит в наш зал мужчина вообще без ничего. Капец! И он смотрит, мужчина, женщина в халатике, а он такой весь неприличный. Но он же мужчина, он же сильный. Он взял халатик у ближайшего, содрал и надел на себя. Все, теперь он уже не свободный радикал, он уже как все. А тот, у кого халат забрали, он стал свободным радикалом. И забирают молекулы друг у друга, электроны с поверхностных орбит, с наружных орбит. Вот теперь, когда вы это все понимаете, если бы мне на первом курсе это объяснили, то боже, я бы уже все, я не знаю, там столько, если бы все простым языком объясняли, ну без всяких вот этих замудренностей, у нас бы с вами было больше потенциала. А так как медицина настолько все замудряет, что вообще невозможно обычному человеку прочитать и понять, надо переводить с медицинского на язык, на русский, на язык, ладно, на русский. Ну, в общем, я сегодня буду заниматься этими переводами. Итак, антиоксиданты и свободные радикалы, и мы сегодня с вами будем трогать самую знаменитую теорию старения человеческого организма, не только человеческого, а именно свободно-радикально. Поехали, следующий момент. А, вот так, я сама управлюсь. И первый слайд у нас будет касаться, вы знаете, очень страшно, когда человеку говорят что-то такое важное. Следующий слайд, например, ну свободные радикалы это плохо, и ужасно, когда он принимает это за чистую монету и пытается вычистить все свободные радикалы. Или углеводы, это не только хорошо, но и плохо. И начинается. Убрали все углеводы из пищи, заработали хронические запорища такой. И потом приходит, говорит, ты же говорила, что углеводы нужно убрать. А я же говорила, не все убрать, ребят. Поэтому давайте будем внимательны и осторожны. Свободные радикалы имеют свои плюсы, имеют свои минусы. Минусы мы точно знаем. Это повреждение собственных структур клеток. Это белки попадают под раздачу, жиры попадают под раздачу. Это понятно. Запуск патологических процессов при избыточном образовании свободных радикалов и активных форм кислорода. Что у нас относится к свободным радикалам? Свободные радикалы и те формы кислорода, которые нам абсолютно необходимы для жизни. Они называются активные формы кислорода. Но кислород это самый мощнейший свободный радикал в том числе. Когда учишься в медицинском университете, любой воспалительный, аутоиммунный онкопроцесс, он всегда начинается со свободного радикального процесса. И поэтому в голове формируется только негативный вид этого процесса. Что свободные радикалы однозначно негативны. Но давайте посмотрим на плюсики. Синтез АТФ, когда мы в каждой своей клеточке формируем вот эту социальную энергию клеточную. У нас с вами социальная энергия — это деньги. А в клетке — это энергия АТФ. Клетка может сделать энергию АТФ и расплатиться этой энергией за любой процесс. Что вам нужно? Вам нужно сделать какие-нибудь антиоксиданты? Пожалуйста. Вам нужно сделать какие-то ферменты? Пожалуйста. И за это, за всё клетка платит энергию АТФ. Но не бывает всё идеально. В том числе в нашей с вами физиологии. И когда синтезируется АТФ, 3% от кислорода дают свободные радикалы. Так что нам теперь не дышать? Слушайте, давайте не будем дышать. Я предлагаю перестать дышать прямо сейчас. Чтобы вот эти 3% кислорода не переходили в свободные радикалы. Но чепуха же. Чепуха. То есть нам нужно понять, как мы можем защищаться. Более того, я могу вам так сказать. Нам даже не нужно это понимать. Потому что наше тело, наша физиология придумала огромное количество линий защиты от свободных радикалов. Если вдруг их больше нормы. И сегодняшний часик-полтора у меня как раз вот время вложить в ваши светлые головы эту информацию. Чтобы вы понимали, вы никогда себе не навредите. Вы никогда не навредите тому человеку, с которым вы работаете. А это, как правило, наши семьи, наши мамочки, наши папочки, наши дедушки, бабушки, деточки и так далее. Мы не хотим им навредить. Правильно? Мы всегда начинаем с себя и со своей семьи. А потом уже пойдем дальше. Посмотрите, фагоцитоз. Что такое фагоцитоз? Понятно, что когда клетка иммунной системы, она хочет повредить патологическую клетку. Она хочет ее повредить. И она ее повреждает за счет свободно-радикального процесса. А если этого не происходит, какой блок, какой косяк? Лимфогранулематоз. Это злокачественное заболевание лимфатической системы. Зачем нам убирать все свободно-радикалы? Работа лизосом. Кто такие лизосомы? Это макуоли, которые располагаются внутри клетки. Внутри клетки тоже уборочку нужно делать. Тоже прибираться надо. И эти лизосомы, они работают за счет свободно-радикального процесса. Не дай Бог, они не будут работать. И что будет? Будут болезни накопления. Капец, никто не знает, что с ними делать, с этими болезнями накоплений. Дальше. Апоптос. Апоптос — это запрограммированная гибель клетки. Когда клетка точно знает. Ну, мы примерно знаем. Японцы, кстати говоря, кто-то... Я недавно слышала информацию, что сведения о том, что японцы живут на 25 лет дольше нас, связаны с огромной, серьезной фальсификацией возраста японцев. Ну, и, скорее всего, они живут столько же, сколько мы. Ну, вот где-то я услышала, но у меня не было времени разобрать эту информацию. Ну, по крайней мере, они живут не на 25 лет больше, чем мы, но, может быть, лет на 10, что тоже хорошо. Ну, так вот, все мы знаем примерно продолжительность жизни. Клеточки тоже знают примерно свою продолжительность жизни. И если апоптос, свободно-радикальный процесс, нарушит запрограммированную гибель клеток, это что будет? Малигнизация. Это будет озлокочувствление. Боже, зачем нам это? Нам это не нужно совершенно. Пусть себе свободные радикалы работают как положено. А наша задача — контролировать их количество. Качественно контролировать их количество. Ну, и, наконец, зачатие. Конечно же, это свободно-радикальный процесс. Вы, наверное, видели эти видео бесконечное количество раз. Такая пушистенькая-пушистенькая яйцеклетка. А к ней, к ней прям вот идет сперматозоид с жгутиком. И когда он, чтобы проткнуть эту пушистенькую яйцеклетку, там свободно-радикальные процессы на чехлике этого сперматозоида. Иначе не будет оплодотворения, понимаете? То есть, вот этот слайд, он для того, чтобы вы знали, что всегда нужно соблюдать золотую середину. Во всем нужно соблюдать золотую середину. И в борьбе со свободными радикалами следующий слайд то же самое. То есть, что такое эти свободные радикалы? Это те ребята, которые делают нам ржавое железо, ну, там, воздействие кислорода. Те ребята, благодаря которым темнеют овощи, бананы, фрукты. Вот. И те ребята, благодаря которым окисляются наши масла. То есть, это активные формы кислорода. И это же самое происходит в наших телах. Да, мы с вами не ржавеем, не темнеем и не желтеем. Но что-то такое в наших телах происходит, что несведущий народ называет это старостью. Ну, мы что знаем, старости нет. Вот сейчас мы это дело и разберем. Следующий слайд. Я хочу вам показать элементарный цикл Крепса. Когда каждая клеточка умеет это делать. Берет глюкозинку, проводит через всего лишь 8 самых простых биохимических реакций. И в результате получается энергия, углекислый газ и вода. Вот это обычный реальный цикл Крепса. Еще называется клеточное дыхание. Представьте себе, что я туда в верхушку вот этого цикла Крепса, в одном стакане у меня электроны, а в другом стакане у меня кислород. И я вот из двух стаканов одновременно в макушку этого цикла Крепса начинаю заливать электроны и кислород. И вот этот поток должен по всем биохимическим реакциям пройти, вот так по кружочку, и все. И у вас будет энергия, представляете? Но стоит где-нибудь поставить какую-нибудь преграду. Где-то поставить, специально здесь показываю, потом расскажу почему. Вот здесь платину я поставила. Не пошла биохимическая реакция. То эти электроны и активные формы кислорода, это же вам не система трубочек, нет. Это же живая митохондрия, там же все происходит. То есть эти электроны, они просто превращаются в поток свободных радикалов. Поэтому самое ценное, что мы можем с вами сделать, сделать так, чтобы по нашим триллионам, миллионам, я не знаю, секстиллионам биохимических вот этих вот микролабораторий в каждой нашей митохондрии спокойно проходили активные формы кислорода и электроны, чтобы не было ни единого затора. Потому что затор здесь равно бешеное количество свободных радикалов. И к концу лекции я вам расскажу, почему я здесь держала руку, потому что здесь кандин-Кю-10. Знаете, что происходит с кандином-Кю-10, с возрастом? Снижать. Слушайте, ну с этим же надо работать. Потому что это и есть ключевой момент старения. А мы сейчас разберем ключевой момент рождения бешеного количества свободных радикалов, которых становится больше, чем надо, в разы, и которые провоцируют все процессы старения, которые мы старости не боимся. Просто со старостью вместе приходят болячки. А вот болячки, это вообще, это не наша песенка, и мы должны сделать что угодно, лишь бы этого с нами точно не произошло. Хорошо? Тогда пошли дальше. Как вредят свободные радикалы? Вот если вот вообще, по большому счету. Ну если свободные радикалы повредили стеночку кровеносного сосуда, то организм, умная система, начнет ее замазывать. Чем будет замазывать? Конечно, будет замазывать, замазывать холестерином. А холестерин не всегда хороший, тот, который не окисляется. Он еще по периферии окисляется, еще нужно замазать, еще по периферии окислился. И образуется атеросклеротическая бляшка. Это убийца номер один, называется атеросклероз. А давайте дальше. Как еще могут свободные радикалы влиять? Да, они могут непосредственно в наследственном материале сделать дырку, брешь, какую-то мутацию сделать. Именно с ЭДНК или РНК. И посмотрите, это уже убийца номер два в современном мире, а именно раковые заболевания. Они на втором месте. То есть если мы сейчас в узду возьмем собственные свободные радикальные процессы, мы не позволим ни атеросклерозу в нас хватить, ни раковым заболеваниям. Ну и давайте третье, ну такое самое очевидное, да? Как еще вредят свободные радикалы и активные формы кислорода? Доменяют наши тела и лица до неузнаваемости. Это старость называется, да, в народе. Но мы знаем, что это работа свободных радикалов. Они отбирают молодость. Но здесь гистологические средства молодой кожи, зрелая кожа и возрастной кожи, это тоже свободно-радикальные процессы. Но если мы сейчас методологически поймем, как ловить лишнее из свободных радикалов, мы со всем сработаем. Мы же не можем в одной отрасли сработать. Как иногда говорят, я косметолог, и я останавливаю старение лица. Ну, вообще лица, да? Интересно. Интересно. А скажите, а почему не левой пятки? А что с правой почкой? А кто правой почкой занимается? Кто там процессы старения завершает? Понимаете? Ну, то есть, если уж работать физиологически, то со всем мы работаем. Это очень большой плюс нутрициологии, как науки. То, что вы не работаете, вроде бы, с данной конкретной проблемой. Вы с ней работаете. Но плюс получает абсолютно каждая клеточка. Я говорю, боже, как здорово, что я родилась именно в этом организме. Что же там за верхнее сознание? Какие университеты на верхнее сознание заканчивают, что так филикранно за мной ухаживают? Ой, я надеюсь, каждая моя клетка мне об этом говорит. Желательно каждое утро. Я думаю, что вы тоже это хотите. Так, ну что, давайте пойдем уже прям вот совсем пойдем. Откуда берутся свободные радикалы? Ну, давайте посмотрим. Есть внутренние. Вы поняли, что внутренних очень много причин. А есть, конечно, наружные. Ну, что такое наружные? Это наше дурацкое питание из супермаркетов очень часто, да? Это наш воздух. Слушайте, заехала в Москву. Фух. Ехали, ездили, объезжали там что-то, на такси ехали в Измайлово. И зашли в свой номер. Гостиница Альфа. Шикарный вид на всю Москву. Не на Москву. Трубы, которые делают это небо. Трубы, из которых пар валит. Я так и не знаю. Говорю, Юрчик, а что там вообще сжигают в этих... Что это такое? Он говорит, ну, наверное, нефть, гад сжигают. От Москву-то отапливают надо, но это пар. Это пар. То есть, ну, там идет какой-то процесс, и мы получаем пар. Вот, да, мы получаем теплые квартиры, но в целом... Слушайте, это воздух, которым мы дышим. Это вода, которую мы пьем, это еда, которую мы едим. Это ультрафиолет, это наши лекарственные препараты, это промышленный токсин. Слушайте, мне интересно говорить, мы и так все это понимаем, да? Но вот от этого всего нужно придумать факторы защиты. Дальше. Это не мой слайд. Я вообще так скажу, что гениальным исследователем и человеком, который бесконечно говорит о роли свободных радикалов и как их вылавливать и ловить, является наш современник. Применник — это Дадали Владимир Абдулавович. Совершенно невероятный человек, которому сколько лет? Кто знает? 82. 81 год. Читает лекции, бесконечные ведет, бесконечные группы студентов. Он в активе. И я считаю его своим учителем, это просто невероятный человек. Кто у него когда-нибудь учился? Молодцы. Боже, ну тогда я вам не скажу практически ничего нового, но давайте разберем. Итак, кислород, который принял на себя, на грудь, лишний электрон, образует, запоминать не надо, супероксид, а не он, радикал. Это активная форма кислорода. Не надо вам это запоминать. Я хочу, чтобы у вас картинка просто осталась. И когда эти два, это два серийных убийц, ну как, они не серийные, они однократные убийцы, их активной жизни, их длины жизни хватает, чтобы убить кого-то одного. Но они настолько эффективны, что они точно свою жизнь зря не потратят. Они потратят ее на убийство белка или на убийство жирика нашего, липида. Но бывает такая интересная вещь, что эти две молекулы объединяются и образуется перекись водорода. Большой привет семье тем людям, которые пьют активные формы кислорода в виде перекиси водорода, добавляя их в себе в воду. Вообще непонятная техника. Ну да ладно. Ну, кстати, Додалия тоже не понимает. Перекись водорода, видите, без вот этой вот черточки, то есть она активная, агрессивная, она не такая активно-агрессивная, как каждый отдельный супероксид анион-радикал. То есть это уже меньшее зло для организма. Супер. Но вот этот синглетный кислород, вот это синглетный кислород, это, он живет еще меньше, не долю секунды, а еще меньше. Но вот он даже проникает через стены, через что угодно, ну в смысле через клеточные мембраны. Он вообще убийца. Он обязательно кого-то успеет убить. Пробег у него совершенно небольшой, но зато 100%. Он будет повреждать наши биологические структуры. То есть синглетный кислород, кстати говоря, где его можно встретить в живой природе? Ну как в живой природе? Идете вы по супермаркету и видите подсолнечное масло. Кстати, кто жарит на подсолнечном масле? Ага, вот, отлично. Берете вы подсолнечное масло. Скажите, когда вы его покупаете, в какой таре оно продается? Прозрачное. Стекло или пластик? Пластик. Пластик. Окей. То есть какое-то время на это масло падали солнечные лучи. И в этом масле образовался вот этот синглетный кислород. И в этом масле идет сейчас процесс прогоркания. Мы его берем на себе на кухню, вставим на светлое место. Ладно, в шкафчик вы себе его ставите. Но сколько времени оно провело без шкафчика, да? Вот. И жарите на нем. Это же тоже повышение температуры, увеличивая количество свободных радикалов. Вроде бы в нормальном продукте. Вроде бы в нормальном продукте. И когда мы его используем, количество свободных радикальных процессов, у нас коакцепная реакция. Это первый момент, это первый пример. Второй пример. Замечаете, что, ну как, это я замечаю. Я говорю, жить вам до ста. Он говорит, да ты что, не надо мне жить до ста. Давай до шестидесяти, до шестидесяти пяти и больше. Он говорит, why? Почему? Ну как? Глаза не видят, ухи не слышат. Ну и все. Секса нет. Где тут Олег? Ну, короче, ну почему, ну почему-то, ну, может быть, я еще молодежь тут, и поэтому я этого не могу понять. Но на самом деле синглетный кислород образуется в сетчатке глаза. Потому что, слушайте, ну закройте эти глаза ваши, и вы перестанете передавать нервный импульс, да? В это время сетчатка отдыхает. Но мы не закрываем глаза, мы очень редко моргаем в течение всего времени, когда не спим. И синглетный кислород бесконечно образуется в сетчатке глаза. Поэтому так важно ежедневно, даже для глаз, использовать нормальные, адекватные антиоксиданты, чтобы не выжечь себе самую рабочую зону сетчатки, которая невосстановима. И, соответственно, в сто лет смотреть своими глазами, вообще обучать этих салаг-проправнуков, что они не умеют играть в пионер-бол. Слушайте, это вообще... Хорошо. Понятно? Это синглетный кислород. Вот какая штука. И мы получили перекись водорода. Синглетный кислород, ну да, тут ничего не поделаешь. А вот с перекисью водорода... Против синглетного кислорода не умеет работать организм. А с перекисью водорода умеет... Давайте пойдем в следующий слайд. Посмотрите, мы берем, а дальше в организме, да, мы берем перекись водорода, и мы можем ее превратить в совершенно нетоксичную H2O. Отщепить один кислородик оттуда и образовать О2, который тоже... Это нейтральная молекула, вообще нейтральная и вообще никак нам никаким боком. Но для этого нужен фермент, который называется каталаза. Помните, когда вы вдруг, там, рамка у вас, и вы на эту рамку льете перекись водорода, что будет? Выделяется, вот как раз вот тот самый водород, то есть кислород О2 выделяется. И это бывает только с ферментом каталаза. А каталаза это белок, белковый фермент, который зависим от железа. Железозависимый фермент. Поэтому будет ли хорошо работать каталаза у девочек с гемоглобином 110-190? Она так... А эти люди так обычно говорят, ой, у меня гемоглобин 76. Мне мой доктор сказал, с таким не живут. И... Да, предмет гордости, конечно же. Но я не знаю просто, зачем этим гордиться. Вот, а скажите, кто из присутствующих дней здесь знает свой уровень ферритина? Молодцы, молодцы. Отлично. Я сегодня так дам вам информацию, что вы в первую очередь сдадите уровень ферритина. Это депо железа. Это депо железа. Потому что гемоглобин упадет. Я не буду об этом сейчас говорить, потому что я еще впереди скажу. Самую последнюю очередь. Хорошо, у нас закончилась каталаза. В организме нет каталазы. Не рассчитывайте на спокойный выход из проблемной ситуации. Потому что тогда пойдет реакция фентона. Следующий защитный механизм нашего организма от свободных радикалов. Берем H2O2 перекиси водорода и превращаем в еще более агрессивный свободный радикал, который называется гидроксилрадикал. Этот вообще крайне опасен. Крайне опасен. И тоже убьет любого. Но при этом образуется гидроксилрадикал и просто OH, который не имеет этой инертной молекулы. Вот такая вот вещь. Реакция фентона. А вот теперь, друзья мои, должна сказать такую вещь. Когда-то детишкам с умственной отсталостью решили давать витамин С. Но это же адекватно. Витамин С, антиоксидант. Почему бы его не дать детишкам с умственной отсталостью, чтобы они начали лучше соображать. Но это было большое рандомизированное исследование, плацебо контролируемое. И это исследование очень быстро остановили. Потому что интеллектуальное развитие детей, получавших витамин С, стало ухудшаться по сравнению с теми детьми, которых не трогали. И тогда этим вопросом очень сильно заинтересовались. Так что, витамин С не всегда антиоксидант? Слушайте, может быть мы тут занимаемся нутрициологией, а витамин С вообще вреден. Только не вздумайте вырезать эту мою фразу с контекста. Смотрите, оказывается, реакция Фентона — это не реакция первого эшелона. Это реакция, которая идёт, если мы проборгали основной процесс, если каталаза закончилась. И реакция Фентона, как она идёт? Железо двухвалентное переводится в железо трёхвалентное, и оно выводится из поля реакции, потому что оно неактивное. Но если в среде есть витамин С, а мы ферритин не проверили, а витамин С едим, то тогда витамин С берёт железо трёхвалентное, восстанавливает до двухвалентного, и реакция идёт сколько угодно. Тысяч количество раз невероятное. Представляете, такая штука, какая травмирующая штука. А так как она идёт бесконечно, то вот эти гидроксил-ионы, они бесконечно повреждают структуры. Так что делать? Не использовать витамин С? Хилатировать железо. Причём хилатировать железо так, как это делается в природе. В природе вы когда-нибудь видели только мякоть лимона? Нет. Природа сделала, чтобы ещё сверху цедра была. А что в цедре? Флавоноиды. Биофлавоноиды. То есть, когда вы берёте витамин С, добавляете к нему биофлавоноиды, ну что природа делает всегда, эти биофлавоноиды хилатируют вот это железо, окружают его органическими своими... Ну это флавоноиды, это органическая молекула. И всё. И реакция фентона не будет продолжаться бесконечно, несмотря на наличие витамина С в среде. Как придумала природа? Вообще уникально. Просто уникально. Смотрю, прям вот где-то там муха, и я её слышу. Вы прям притихли. Пошли дальше. Хорошо, теперь давайте посмотрим на процесс повреждения, вот тут про подсолнечное масло, которое я говорила, да? Свободный радикал, вот, свободный радикал попал или организовался непосредственно в подсолнечном масле, вот, и ещё повредил следующую молекулу, отобрал электрон, отобрал халатик, у следующей молекулы отобрал. А есть такие молекулы, ты у него отбери халатик, а он такой злой, он у двоих отберёт, у двоих следующих. И запускается биохимическая реакция, которая идёт по типу цепной реакции, по типу ядерной реакции. И по идее, вот это всё подсолнечное масло должно полностью прокоркнуть до последней молекулы. Такого не бывает. К счастью. Вот. И по идее, эти же процессы идут в наших биологических мембранах. Мы смотрим на масло, думаем, да, ну это жир. А если на себя посмотреть, если нас гомогенизировать, извините, и сделать разбивку, белки отдельно, жиры отдельно, вода отдельно, то мы жирики, самые настоящие. У нас жировых молекул значительно больше, чем белковых. Ну вот и всё, по количеству, по крайней мере. То есть мы от подсолнечного масла, ну или от сала, мало чем отличаемся. И мы тоже имеем право прогоркать. Ну, мы просто не жидкое подсолнечное масло, мы плотное жиро-животного происхождения. Вот. Так кто же нас защищает от дотла, вот этого процесса, который может проходить, от пелькисного окисления дотла? Конечно, у нас есть внутримембранные антиоксиданты. И это на следующем слайде. Это жирорастворимые витамины. Конечно, я сейчас буду говорить о витамине Е. Олег тут нас всех потряс дозировочкой, да. Вот и сейчас будем с вами говорить, насколько, как это сказать, прижимисты наше Министерство здравоохранения. К жирорастворимым витаминам относятся А, Е, Д, К. Но мы сегодня остановимся на самом очевидном антиоксиданте, который называется витамин Е. Или группа витаминов Е, токоферолы. Давайте посмотрим следующий слайд. Ну, тут природные источники, в которые я не сильно-то верю. В эти природные источники. Давайте посмотрим прям вот таблицы. Да, перед тем, как посмотреть таблицы, давайте я вам расскажу, какая сейчас суточная норма принята. Может быть, вы знаете суточную норму, которую принял Минздрав по витаминам Е? Тридцаточка. Тридцать международных единиц. И Министерство здравоохранения утверждает, что если мы с вами будем есть ежедневно тридцать международных единиц, а это, как вы сейчас увидите, в принципе, можно сделать с обычными продуктами питания, то окей, никаких атеросклеротических процессов, да, заметили? Общество здравоохранения, никаких онкопроцессов, заметили? И никакого здарения. В тридцать пять можно выглядеть на двадцать пять, а в сорок пять на тридцать пять, и все хорошо. Но что-то мы этого не замечаем. Я как увидела себя в тридцать пять, я обомлела, думала, боже, я думала, что так можно выглядеть в шестьдесят пять, а оно все в тридцать пять уже пришло ко мне лично, у каждого, конечно, свой период. Пол распада. Вот. Поэтому давайте просто рекомендуемая норма. Ну просто вот я прям прочитаю. Рекомендуемая норма потребления, это уровень суточного потребления, достаточный для удовлетворения потребностей здоровых лиц. Как доктора говорят? Нет, вам не нужны витамины, вы что? Это же для здоровых. С учетом возраста и пола. Ну то есть малышам надо много витаминов, пока мы в расцвете, может быть, и поменьше, да, но когда мы уже чувствуем на себе признаки старения, опять надо усердствовать, да? Ну как бы, а норма всем тридцаточка, да? Вот. Или для поддержания здоровья большинства. Вот не могу я о себе сказать, что я прям большинство. Не хочу. Не, могу, конечно, но я не хочу. Большинство — это люди, в том числе, знаете, средний средств по обществу. Если вы сейчас выйдете на улицы Москвы и скажете, знаешь, что такое нутрициология, вам 90% населения скажет, что-что? И что-что? Вот. А что такое средний средств по населению? Это люди, которые населяют там тюрьмы, асоциальные люди, и это мы средние, да, вот это мы среднее большинство. Дальше. За основу нормы берут уровни витамина, предотвращающие появление признаков недостаточности. То есть вот эта тридцаточка — это чтоб не начался, может быть, какой-то серьёзный процесс, связанный с недостаточностью. То есть он не обеспечивает реальную физиологическую потребность каждого человека. Поэтому потребление витаминов должно превышать то количество, которое предотвращает дефицит. Вот. Понимаете? То есть витаминов должно быть действительно очень много. Реальный уровень потребности каждого человека витаминов неизвестен. И это правда. Я вам скажу такую вещь. Когда-то я нашла, а потом потеряла. Знаете, иногда ищешь чего-нибудь, находишь, и кажется, это не важно. Ну, в общем, вот эти вот минимальные дозировки, они были озвучены впервые каким-то исследователем, который жил во Франции. И это было 1910-е, там, 20-е годы. И перед ним поставили задачу посмотреть средний заработок французской семьи, посмотреть, что эта французская семья может положить себе в потребительскую корзину, и рассчитать в этой потребительской корзине ВЖУ, ну, а также основные витамины, минералы и так далее. И этот человек с успехом справился со своей задачей. Она кропотливая, она нудная задача, но он справился. И мы получили таблицы суточного потребления витаминов и минералов, которые не меняются уже более 100 лет. Жизнь поменялась. Мы уже в супермаркетах питаемся. Мы уже не ходим на работу пахать сеть. Мы уже ездим на работу на лифте, на машине, а потом еще раз на машине. И сидеть в офисе. Мы все поменяли. Мы уже больше мозгами работаем. И точно руками. Я уже не помню, что я в последний раз делала руками. Заряжала мобильный телефон. Понимаете? Все поменялось. А нормы потребления не поменялись. Понимаете, в чем дело? И это же было на среднюю потребительскую корзину. Я вот бесконечно задаю Минздраву вопрос. Минздрав, у тебя где ушки, глазки? Ты что, не видишь, что мы вымираем? От инсультов, инфарктов, от онкологии. С чего бы тебе не поставить хотя бы 100 международных единиц? А Минздрав бы мне ответил. Бахтинам, это же надо пересмотреть потребительскую корзину. Люди же не захотят есть твои бады, яды, гады. Они же захотят просто из пищи это брать. А где мы им вот это обеспечим? Давайте посмотрим, что в этой потребительской корзине должно быть. Больше всего витамина Е заметили в масле соевом. Конечно, генетически не модифицированном, да? Потом масло кукурузное. Лидер по прогорканию. 7 минут на открытом воздухе, или если на него светят солнечные лучи, начинается перекисное окисление, то есть прогоркание. Ну и потом все меньше и меньше и меньше. Ну давайте так, сколько мне кукурузного масла нужно выпить в день, чтобы взять эту суточную норму по витамину Е? Берем 30-ку. 30. 30. Это 2 столовые ложки примерно. И я в данках, по идее, по Минздраву. А вот эти исследователи, у которых я взяла эту табличку, они говорят, ребят, вы понимаете, что нам нужна эффективная дозировка? Давайте за эффективную примем 200 международных единиц. Это наша маленькая пуговка, вот эта по 1-2 раза, витаминка Е. Ну давайте. Ну тогда нужно не 30, а 200. А ну-ка, 200 грамм. 30 грамм, стаканчик с утреца, хлюп, и на работу. Быстренько, чтобы добежать, потому что что? Масляное слабительное. Конечно. Ребят, ну масло соевое ничуть не лучше. Очень слабо сдобрены. А жирорастворимым витамином Е наши продукты питания. Да, есть в проростках, есть во всем, есть во всем. Но не так, чтобы дать себе суточную потребность, иначе бы мы не умирали от инсультов, инфарктов и онкологии. Ребят, иначе бы нас не раздирали так свободно радикалы, как они сейчас это делают. Поэтому я считаю, что каждый человек должен задуматься на эту тему и просто принять для себя дозу. 200 международных единиц или может быть 400. 400 международных единиц – это стиральный порошок для кровеносных сосудов. От чего стиральный порошок? Да, от холестериновых наложений. Но, видите, Олег предложил еще более серьезную дозировку. Это уже профессиональная вещь. Слава Богу, мы можем этим пользоваться. И в Соединенных Штатах Америки нет дозировки 100 международных единиц. Там пуговка вот эта 400 международных единиц. Ну хорошо, тогда давайте следующий слайд. Я должна сказать вот о чем. Когда-то я читала исследование серьезное, тоже масштабное, рандомизированное и плацебо-контролируемое. На курильщиках. Точно, будьте здоровы. На курильщиках стали давать курильщикам витамин Е, а другим не согласны. Неужели первая фаза цикла провинилась? Является стимулятором синтеза прогестерона. Я поэтому и в первой, и во второй фазе цикла витамин Е говорю, чтобы девочки меня не применяли. Но говорю, если вы пойдете в аптеку, ни в коем случае, пожалуйста, тогда лучше вообще не кушайте витамин Е. Я понимаю, что в аптеке может быть дешевле. Не факт, конечно, но может быть. Но лучше потратить денежку, используйте натуральный витамин Е. И еще один пример. Я начинала работать в лихие 90-е. Закончила университет в 91-м году. И у меня была сначала магистратура, а потом работа в пятом роддоме и так далее. И у нас был профессор Залезняк. Он такой старый-старый профессор. Еще такой, знаете, той вышкалки. Еще чуть ли не дореволюционный. И его у нас акушерские плационары гинекологические. Знаете, там очень плохие коллективы часто бывают. Наш коллектив называли Скорпентарий. Но его никто не трогал. Удивительно. Потому что он делал совершенно невообразимые вещи. Он назначал женщинам витамин Е натуральный, который стоил тогда 30-40 долларов, а зарплата была 20 долларов. Ну, 10 долларов. И это было понятно, что это была биологически активная добавка, на которых так и сейчас плохо к ним относятся. Я вообще удивляюсь, как это вы сюда пришли. А тогда это было прям вообще лишение чуть ли не диплома. Но Залезняка никто не трогал. И в конечном итоге я прям... Ну, не я, я постеснялась спросить, почему он это делает. Он говорит, работает только натуральная форма. Пусть лучше ничего не ест, чем будет есть аптечный синтез. Все. Но с тех пор я витамин Е не ела. Потому что я не знала, где взять. Но Залезняк назначал НСП. Я точно это знаю. Хорошо. Следующий слайдик. Фух. Ну что. Теперь добрались мы до витамина Е. Ну, проще всего, если не понимаешь, не есть. Но я предлагаю разобраться. Все-таки. Смотрите. Вот это, вот это, свободный радикал. Тот, который убьет. Если мы его добавим в среду, его красненьким надо было нарисовать. Если мы в среде у нас витамин Е есть, а витамин Е сидит в мембранах, в мембранах, он жирорастворимый. То что мы получим? Мы получим еще более отвратительный и агрессивный свободный радикал. Как вам такая идея? Ну, был себе свободный радикал. Нет. Мы добавили витамин Е и получили еще большее зло. Очень интересно. Именно поэтому тем мужикам по плохелам они получили процессы свои, онкопроцессы. Но мы можем взять этот очень токсичный витамин Е. Вот я его взяла. Если в среде, если есть витамин С, то что происходит? Моментальное восстановление витамина Е до первоначальной ситуации. Представляете, как происходит? Но при этом образуется дигидроаскорбиновая кислота, которая тоже свободный радикал, но не такой уж свободный, но не такой уж травмирующий. Фух. То есть, если мы едим витамин Е, то мы обязаны дать в свои среды витамин С. Понятно. А потом мы берем дигидроаскорбиновую кислоту, мы же тоже что-то с ней должны сделать. Что ж она будет просто свободным радикалом? И добавим, если в среде есть глютатион, если в среде есть глютатион, что за зверь такой глютатион, то тогда витамин С будет молодец, и он будет опять борцом против свободных радикалов. Но будет окисленный глютатион, который тоже травмирует. Ну что ж такое? Почему нельзя было просто? Ну ладно, мы тогда берем окисленный глютатион, и тоже есть редуктазы, которые работают в присутствии эллиутарокока, женщиня и других адаптогенов. И тогда у нас будет восстановленный глютатион, и все. То есть, мы наконец-то извели вот этот вот изначальный, извели его в свободный радикал. Ничего себе! Сколько? Четыре биохимических реакций! Четыре биохимических реакций! Теперь понимаете, почему... Ну, вы не знаете этого, но я терпеть не могу моновитамины. Моновитамины терпеть не могу. А вдруг человек, которому я дала витамин Е, без понятия, что такое витамин С, или не стал пить витамин С, хотя я объяснила, потому что он переживает, что у него и так высокая кислотная желудка, а тут еще аскорбиновую кислоту, что в мыслях людей непонятно. Поэтому всегда проще дать комбинированный продукт. Всегда! И вам проще! Вы же не знаете, что в этом организме закончилось. Но! Мы не ищем легких путей. Если мы взяли витамин Е, значит, мы обязательно, что... сдадим витамин С. Следующий слайд. Да, потому что рассчитывать на то, что вы так филиграмно кушаете, что в вашем организме нет дефицита по витамину С, можете даже не рассчитывать. Одна выкуренная сигарета минус 60 мг витамина С, один стресс минус 80 мг витамина С, одно приготовление пищи. Я сейчас вам таблицу покажу, но не будет там никаких витаминов. И чтобы взять суточную норму по витамину С, нужно быть бегемотиком. Посмотрите на эту таблицу. Причем странным бегемотиком, обожающим сладкий перец. Что там еще надо обожать? И жиповник в сухом виде. Девочка говорит, «Я не буду использовать витамин С, потому что у меня ежедневный мой термос». Ну, я ко всему готова на самом деле. Если она скажет, что она не будет использовать витамин С, я ей не дам витамина Е просто. Вот и все. Говорю, хорошо. А что в вашем термосе? Она говорит, «Ну, я беру щепотку сухого шиповника, кладу на дно своего термоса и заливаю водой. Закрываю и целый день это пью. Хороший напиток». Вот хороший напиток. Говорю, «А вот ваша щепотка, это сколько шиповника-то?» Ну, говорит, «Ну, сколько? Ну, 30 грамм, да? Щепотка-то, да? Смотрим. Смотрите, тут мы тоже на себе не экономим. Это минздрав на нас экономит. Говорит, 80 миллиграмм витамина С, и вы в дамках. Ну, где же в дамках, если инсульты, инфаркты? Ну, вы уже слышали от меня это, да? Давайте возьмем хотя бы тысячу. Посмотрите, сколько мне нужно сухого шиповника съесть, чтобы взять тысячу? Если в 100 граммах, 1200. Подождите. В 100 граммах сухого шиповника. 1200. А мне нужно тысячу. Чуть-чуть меньше 90-80 грамм сухого шиповника. Это такое приятное еда. Оно волосистое там внутри. Помните? Я когда-то одну разгрызла, потом выкашливала это все дело. Так вот, вот эта наша барышня взяла, не 90 грамм, а 30, да? Потом она залила кипятком. Сколько там сохранится того, витамина С? Да, и главный вопрос. А термос какой у вас? Ну как какой? Китайский. Металлический. Контакт с металлом. Очень хорошо. Контакт с металлом. Все. Да, знаете, что лучше керамические ножики использовать, а не металлические, когда режете что-нибудь, витамин типа С содержащий. Ну хорошо. Ладно. А сухого шиповника, а свежего шиповника, тоже волосатого внутри, мне нужно 200 грамм съесть. А перца красного 400, а облепихи 500. А потом не скажу, потому что сами видите. Ну больше полкилограмма вы же не будете есть. Понимаете, в какой мы ситуация по витамину С? Следующий слайд. Ну еще следующий. Вот. А это устойчивость витамина С в продуктах питания. То есть вы взяли и потушили капусту, и у вас осталось 15% от того ничего, что там было в ней. Давайте следующий слайд. А вот это вот уже не мой слайд. Это профессор Дадали. Он участвует в парламентских слушаниях. И мы теперь точно знаем, что наше правительство точно знает, какой у нас дефицит по витаминам С. Посмотрите. 60-70% населения имеют дикий дефицит по витамину С, по полевой кислоте, по йоду, по железу, о котором я сегодня говорила. Знает. Но нормы не повышает. Следующий слайд. Поэтому витамин С производства НСП. Самая интеллектуальная форма, которую я когда-то видела. Во-первых, можете мне подсказать, почему она крутая? Пролонгированная слоистая структура. Вы утром съели, и целый день вы под защитой, потому что слой за слоем отдается. Второе. Биофлавоноиды. Там есть хилатирующие моменты для нашего железа, меди, который в нашем организме запускает нехорошие реакции. Не для витамина С эти флавоноиды, а для того, чтобы вам в моем организме вот этот процесс сплетона не ходил, и в вашем организме, чтобы он не ходил. И там есть флавоноиды. И третье. Он громовый. Но я всегда предлагаю сделку. Давайте сделку сделаем. Мы сейчас... Я жила в Украине. Следующий слайдик. А, ну это вот я хотела вам показать. Флавоноиды. Лимонный биофлавоноид. Гисперидин, рутин, экстракт плодов, шиповников. Очень круто. Все, что надо, дали. Молодцы. Следующий слайд. Давайте купим за 600 рублей 1 грамм аскорбиновой кислоты. У кого есть подходящее такое укромное местечко типа подвальчика, где мы могли бы накатать таблеточки? Ну у меня есть. У меня есть на самом деле даже подвальчик. Мы накатаем таблеточки и будем продавать по цене ЭСПИ. Круто? Так так же и делают, господа. Покупают самое дешевое, что можно придумать на рынке и катают какие-то серьезные даже фармкомпании. А потом продают нам непроверенный, незащищенный, непролонгированный, никакой. А мамочки, зная, что витамин С полезен, покупают порошковую форму и своему ребеночку. Просто для профилактики. У нас же нет порошковой формы. А в супермаркете? В супермаркете. В аптеке есть. И подмешивают в еду. Круто вообще. Заботливая мамочка. Понимаете? Вообще глубину. Ну, вы теперь разбирайтесь. Ну, согласны? Даже если вы забудете 90% из того, что я сказала, вы будете всегда помнить. витамин Е всегда плюс витамином С. Если забыла, почему так, значит, просто поливитаминный продукт. Следующий слайд. А теперь тройной удар по старости. По старости. По старению. Смотрите-ка. Было такое исследование. Бальц Фрай, он исследователь в Бостонском университете. И он подобрал три основных вещества, которые, если скомбинировать, то человек типа не стареет. Ну, да ладно. И причин-то много. Причин много. Но. А свободно-радикальная теория, она прям вот дает просадку. Может быть, человек и стареет, но не потому, что его раздирают свободно-радикалы. И что он дал? Он сказал обязательно витамин Е, обязательно витамин С и кофермен Q10 или убихенон. Давайте посмотрим на следующий слайд почему. Помните, я вам уже цикл Крепса говорила, показывала. Вот здесь вот есть, видите, коэнзин Q10 превращается в восстановленный коэнзин Q10. Убихенон превращается. Это очень важное превращение. А вот сюда мы с вами заливаем кислород и электроны. И кислород, электроны идут вместе, идут вместе, идут вместе. И если здесь нет коэнзина Q10, останавливаются здесь. и свободными радикалами проливаются в клетку. Оно нам надо. Так давайте поставим на место кофермен Q10, чтобы здесь даже запиночки не было. И чтобы эти два потока дошли до последней реакции и подарили нашей клетке клеточную энергию в виде АТФ. Следующий слайд. Потому что, посмотрите, что в реальном режиме времени происходит. мы стареем, потому что мы теряем этот коэнзин Q10. Поэтому я абсолютно солидарна с Олегом, что коэнзин Q10 должен быть в ладошке молодости и красоты каждого уважающего в своей клеточке человека. А на прошлом, а кто был на прошлом занятии, хотелось сказать? В прошлом году у нас был такой же сбор в Москве. Кто был? Поднимите ручки. Помните, я вам рассказывала, как просто движениями убрать дефицит коэнзина Q10? Когда мы с вами сутулые, затянутые, вот такие, все в стрессе. Конечно, каждая клетка держит это стрессовое напряжение и тратит вешеное количество коэнзина Q10. Поэтому no stress, что называется. Надо расслабляться, не только напрягаться, но и расслабляться. Кстати говоря, а кто понимает, что для вас это в прошлый год это было ключевое мероприятие, которое позволило вам лучше консультировать, лучше расти, лучше разобраться в своем здоровье. Есть? А, спасибо! Давайте похлопаем. Скажите, пожалуйста, а кто хочет попасть на такое же мероприятие в следующем году? Классно! Юра! Ну, в общем, это мероприятие по большому счету, ну, как бы, вынашивает это в своем мозге и готовит Юрия Гончаренко, вот, и он так сильно переживал вчера, еще не начав мероприятие, что психанул и пошел в концертный зал, нашел зал на 920 человек, потому что вы заметили, что мы просто не поместились? Мне было обидно, когда Юра отказывал, он реально отказал большому количеству людей. В общем, поэтому завтра обязательно будьте в Большом Зале Москва, ой, вам не видно, в Большом Зале Москва, вот, потому что, скорее всего, у вас будет возможность по самой низкой цене забить себе место в том зале, там как раз 21-22 ноября следующего года еще свободно, а все остальное заняты, представляете? Вот такая история. Так, с кондием разобрались, пошли дальше. Итак, все, все, господа, теперь я должна вам рассказать все способы защиты нашего организма. Помните, я говорила, организм у нас умное сокровище, оно придумало, как защититься от всех свободных радикалов, лишь бы мы ему не мешали. Итак, первая, первая форма защиты или первая линия защиты супероксид дисмутаза. Запоминать не надо. Супероксид дисмутаза это белковый фермент, который может быть цинкзависимый, он может быть медьзависимый и он может быть марганинзависимый. И что он делает? Он берет вот этих вот гадов, помните, я о них рассказывала, соединяет их в перекиси водорода и образуется несинклетный кислород, с которым организм не знает, что делать, а просто триплетный кислород, тоже свободная форма, активная форма кислорода, но он не такой убийственный. Круто! То есть, вывод такой, если в вашем организме закончился цинк, как это понять? Да никак. Купрум, как это понять? Вообще никак. И марганец. Вообще непонятно, откуда его брать и как он закончился. То все. Супероксид смутаза не сработает. Следующий слайд. Но кто сработает? Сработает каталаза. Она возьмет перекись водорода, превратит в безопасное H2O и кислород. Но для каталаза нужен что? Железо. Причем гемовое железо. Железо бывает разное. В продуктах растительного происхождения оно просто железо. Железо. А гемовое железо, наш гемоглобин, миоглобин. Это гемовое железо. Это совершенно другое железо. Такое есть только в животных тканях. Давайте посмотрим. Давайте на это посмотрим. Следующий слайдик. Это был следующий? О, сори. Ладно, чуть-чуть позже посмотрим. Итак, если каталаза не сработала, совсем все плохо, пойдет реакция Фентона. Но мы уже знаем, как захилатировать железо. Как? Помните? Витамином С, защищенным флавоноидами. О, все, окей. Хорошо, тогда следующий. Теперь по поводу железа. Смотрите эти гантельки. Вот это депо железа. Вот это депо. Это ферритин, о котором вы не знаете. 10% нас, вас, я знаю свой ферритин, я работаю над ним, знает, что... Ну, свой ферритин. Вот это промежуточек такой. Это трансферин. Это транспортная форма железа, который берет железо там, где оно нужно, таскает туда, где не нужно. Ну, короче, все это дело. А вот это вот депо эритроцита. И кто первый обедняется? Вы видите это или нет? Кто первый проседает? Депо, ферритин. Поэтому я говорю, посмотрите, ферритин. У вас гемоглобин, смотрите, у вас гемоглобин еще долго будет нормальный. Уже трансферин упал, а гемоглобин будет шикарный. И только потом гемоглобин будет падать, когда все тут уже пусто. Да, понимаете? Важно. Ферритин это очень важно. Пусть он будет у вас 30, пусть он будет 40. Просто высокий ферритин тоже нехорошо. Пошли дальше. Железо-хилат. Я смотрю, как люди пытаются поставить на место свое железо. Проще всего пару капельниц, ребят. Пару капельниц и ферритин зашкаливающий. Я говорю, зачем? Зачем? Ну как, это же быстрее доктора. Доктора назначают пару капельниц и ферритин зашкаливающий. Ребят, ну как так? Ведь это депо. Мы его должны очень медленно наполнять, чтобы оно прям прошилось все этим дополнительным железом. Невозможно депо быстро напихать. Ведь мы можем повредить внутренние ткани. Например, гемосидероз заработает. Это то, что никто не лечит. Поэтому мы с вами очень на правильном пути. У нас не революция, у нас эволюция. Мы потихонечку, каждый день даем, ну сколько там, 25 микрограмм железа, да? В одной штучке. То есть это очень, это фактически профилактическая доза, но каждый день. Ну ладно, если ферритин 10, 7, 15, если очень низкий, дайте по 2 в день. Сочетайте с пчелиной пыльцой. Это от Олега Нижегородцева я вижу. Однако таблеточка железа хилата плюс 2 пчелиных пыльцы дает чудо. Ферритин растет медленно, но очень уверенно. Это вам не капельницу поставить. Можно еще чуть-чуть назад? Требованию к препарату железа должна быть хилатная форма. Фумарат в аптеках у нас аминокислотный хилат. Аминокислотный, это очень круто. Он имеет тропность к белковым структурам нашего тела. Вот, обязательное наличие витамина С и, конечно, флавоноидов. Понимаете это? Следующий слайдик. Почему избыток железа крайне опасен? Вы знаете, у людей в метаболическом синдроме железо очень высокое. Не железо, а ферритин. Никто не знает, как его снизить. И я не знаю. Никто не знает, как его снизить. Доктора говорят, не ешьте красного мяса, не используйте препараты железа. Чего не только не говорят доктора. Но! Вот этот высокий ферритин, он связан с травмирующим процессом. Это хроническое тихое воспаление в тканях. Поэтому не играйтесь никогда капельницами. Только по жизненным показаниям. А не так. Депо железо просело, почему бы мне не прокапаться? Вот. Избыток железа подавляет всасывание марганца. Помните, супероксид дисмутазу марганинзависимый. Все, капец. Она не будет работать. Меди. Помните супероксид дисмутазу? Медь зависимый. И кобальт. Поэтому, если у человека нормальный уровень ферритина, не надо ему использовать препараты, аптечные препараты, железо, которые содержат много этого железа. Не надо. Но этот человек может использовать каждый день железо, содержащий продукт. Пусть не железоэхилатную форму. Я просто так ее не даю. Но витазавры содержат 5 микрограмм железа. Хороший продукт. Наш суперкомплекс, ТНТ, все это содержит небольшое количество железа. Это можно, это нужно. Потому что мы каждый день берем от 16 до 25 микрограмм железа и расходуем. Хорошо. Следующий слайдик. Следующий слайдик. Нас будет касаться. Садела. Вы у меня здесь есть. Да, можно я только... Ну, кстати говоря, я еще не проверяла в сумке, да? В сумке не проверяла? Откажите-ка мне свою водичку. Носите, носите с собой воду, потому что если вы носите с собой воду, то вы точно выпьете суточную норму. Если воду с собой не носите, норму не выпьете. Так, ну что? Значит, послушайте, так много уже всего вам рассказала. И теперь нам нужно разобраться. Вот, про осторожность я сказала. Как спасти липиды? Как спасти липиды от действия свободных радикалов? Тут совсем своя технология. Организм предусмотрел и спасение липидов. Вообще, знаете, курица имеет какой, если она молодая курочка, какой у нее жир? Белый, прозрачный, белый. А когда постарше? Желтый. Это жирорастворимые токсины, и это перекисное окисление вот этих жиров, понимаете? Поэтому липиды, липиды. Мы берем липид. Лепид может подвергаться действию свободных радикалов, но у нас есть селенозависимая глютатион пероксидаза. Запоминать не надо. Есть специальный фермент селенозависимая глютатион пероксидаза, которая совершенно не позволяет развиваться вот этой патологической цепной реакции, если свободный радикал организовался в вашем мембране. Поэтому свободный радикал организовался в мембране, а если у вас есть белок, чтобы сделать селенозависимую, глютатион пероксидазу, глютатион, если у вас есть, и если у вас есть селен, все, ваша мембрана спасена. Как просто? Как это все просто? С халатиком было в самом начале. Следующий слайдик. Так вот, глютатион, господа, это всего лишь три аминокислоты. Все они относятся к классу заменимых. Цистеин, глютаминовая кислота и глицин. Глицин, глютаминовая кислота, цистеин. Они все заменимы. Это значит, из одной аминокислоты при необходимости можно сделать какую-нибудь одну из трех. Или из незаменимой. И особенность состоит в том, что все они серосодержащие. Поэтому, если в организме человека закончилась сера, я об этом буду говорить завтра. Завтра у меня лекция по красоте, красоте. Специально для косметологов, специально для красавиц. Вот, завтра у меня будет тема. Я завтра вам расскажу. Можно следующий слайд про органическую серу? Сегодня буду молчать. Следующий слайд. Откуда взять органическую серу? Ничего сегодня не скажу. Следующий слайд. Вот, все. Теперь давайте соберем все это дело в единую кучку. Первое. Вы заметили, что все ферменты антиоксидантных систем, это какие? Они белки, жиры или углеводы? Они все белки. То есть, если женщина наша сидит на салатиках, будет она делать, и все остальное дает. Вот все. И селен у нее есть, и кубрум у нее есть. Все есть. Но сидит на салатиках. Будет она себе строить ферменты антиоксидантной защиты? Не будет, господа. Не будет. Поэтому белковые компоненты питания. Один грамм на каждый килограмм веса. И это основа. Поэтому, кто уже умеет рассчитывать рацион в своей семье? А себе? Ну, по белку. Суточную норму белка посчитать. Вот оно что. Все, я знаю свою тему. На 21-й, на следующий год, короче говоря. Раз будем разбираться с белками и расчетом рациона. Все, это азбука. Ребят, какие там свободно-радикальные процессы? С самого начала начнем. Завтрешнюю тему отменяем. Или завтра. Нет. Я хочу, чтобы все пришли в следующем году. Так вот. Обязательно белковые компоненты питания. Один грамм белка на каждый килограмм веса. Для мужчин 1,2 на каждый килограмм веса. И все. Вы будете строить все. От ферментов антиоксидантной защиты до антител и мышечной массы. Достанется правая ягодица и даже левая ягодица. Следующий слайд. А теперь для работы антиоксидантов систем нужны. Для супероксид-дисмутазы цинк, медь и марганец. Ага. Для каталазы. Знаете, гемовое железо. Для вас это уже семечки, да? Для пероксидазы глютатион. И она какая? Силензависимая. Силензависимая. Так. А есть еще я про него не рассказывала. Цирулоплазмин. Это медь зависимый фермент. Он так круто работает, цирулоплазмин. Что он из свободных радикалов перекись не делает. Сразу делает воду. Шикарный цирулоплазмин. Вот. Медь зависимый. И кроме всего этого, нужны витамины А, Е, С и группа В. Все. Если все это дело вы себе поставили с утра, у вас сегодня будет шикарная антиоксидантная защита. Следующий слайд. Как еще можно работать со свободными радикалами? Смотрите. Мы должны быть с вами очень хитрыми. Очень изворотливыми. Вот смотрите, мы сейчас с вами разобрали, у нас же с вами сегодня до самого вечера занятие, да? Мы сейчас разобрали только первый пункт. Ферментативно обезвредить. То есть, если в организме родились свободные радикалы, мы сейчас все это время разбирали, как их ферментативно обезвредить. Супероксиды с мутазами, каталазами, цирулоплазминами. И мы теперь профессионалы в ферментативном обезвреживании. Но мы же можем пойти с другой стороны. Посмотрите, второй пункт. А мы можем их просто уловить. К счастью, как уловить с помощью витамина Е вместе с витамином С, вместе с блютатионом? Я вас тоже уже все рассказала. То есть, мы просто можем свободные радикалы повылавливать. Ага. А что там следующее? Можем подавлять избыточное образование, например, ограничивая поступление избыточного кислорода в клетку. И здесь работает холестерин. Слушайте, все на него ругаются. А холестерин шикарная вещь. Если холестерина достаточно в вашей клеточной мембране, как арматуры, то холестерин регламентирует, сколько кислорода зайдет в клетку, а сколько не зайдет. Соответственно, количество свободных радикалов, которые окажутся в клетке, холестерин. Омега-3. Омега-3 интересно работает. Омега-3 жертвует одной двойной связи. Схватила за шкирку свободный радикал, и омега-3 уже омега-6. Обратного пути нет. Но свободного радикала тоже нет. И у нее есть вторая рука. Второй рукой схватила еще одного свободного радикала, и она уже омега-9. Обратного пути нет. Но и свободного радикала нет. Вот так можно работать. И, конечно же, коэнзин-Q10. Как работает? Кто понимает, как работает КНТ? Если в цикле Крепса его достаточное количество, не будет порожка, не будет плотины, а все пойдет гладенько и не просыпется в клетку свободными радикалами. Вот как. Дальше. Что мы еще можем сделать? Связывать двухвалентное железо и другие переходные металлы с образованием хилатов. Не допускать реакции Фентона. Тоже выучили. Так что ж такое? Я вам уже все рассказала. Следующий слайд. Я вам хотела рассказать об одной системе защиты. Их всего три. Посмотрите, первая. Защита от низкомолекулярных водонерастворимых веществ. А это жирорастворимые. Это наши обломки эстрогенов. Это наркотики. Это 70% лекарственных препаратов. Но у меня нет возможности сейчас вам об этом разговаривать, потому что это совсем другая история. Это система цитохрома. Но зато мы сегодня с вами разобрались с антиоксидантной системой, которая поддержит внимание, не вылавливает всех свободных радикалов, а поддержит физиологический уровень свободных радикалов и активных форм кислорода в наших телах. Потому что свободные радикалы не только вредные, но и полезные. Главное быть в физиологической норме. А, ежели еще защита от высокополекулярных веществ. Например, попал ко мне вирус гриппа, а я с ним разобралась. Попала кишечная палочка, а я ее убила. Чем? Своей иммунной системой. К счастью, иммунная система работает антиоксидантными реакциями. Супер. Ну, не только ими, но мы уже знаем, как она работает. Мы уже как бы, знаете, взяли, приоткрыли этот микромир и поняли, какими мы должны быть идеальными хозяйками и хозяевами. Следующий слайд. Ну, теперь мощные антиоксиданты. Посмотрите, суперкомплекс. Я смотрю, состав там есть все. И цинк, и селен, и купрума немножко, и витамин А, В, С. Там есть все. Поэтому это базовый продукт. Для вас по одной-два раза, для того, чтобы вы просто не давали себе никаких возможностей для собственных свободных радикалов. И остановили процесс старения у себя в теле. Это так просто. По одной-два раза. Надоел вам витамин С. Ну, то есть, надоел вам суперкомплекс. Я предлагаю ТНТ. Олег сегодня очень подробно разобрал ТНТ. Это действительно не только дать себе все необходимое на сегодня, но и 30% суточной нормы клетчатки. Это шикарно. Для тех людей, которые имеют счастье пользоваться мегахеллом. У меня здесь-то мегахелл стоял, например. Это очень крутой продукт, который содержит все необходимое тоже на сегодня, таблетированная форма. Следующий слайдик. Это немножечко о продукции НСПИ. Это очень мелким шрифтом, я вам так скажу. Я была на производстве в этом году. Я впечатлена, потому что я задала, наверное, самое рекордное количество вопросов этим ребятам, которые работают на производстве по 23 года, по 25 лет, по 32 года. Они прям вот так вот вытерли пот, когда за нами закрылась дверь. Но я увидела, что, ну я знаю точно, что в каждом производственном цикле есть слабые места. И я увидела, что они прикрыли все возможные слабые места, о которых я не знала. Ну я думала, что я умный человек, я примерно представляю, где слабые места на производстве. Они так все поприкрывали за 40 лет, 45 уже лет существования, что просто удивительно. Они хранят образцы сырья, готовую продукцию, не 5 лет, как это положено, а 7 и всю документацию. Поэтому если, какой сейчас год, вот 7 лет назад, какой там был год, забросите по 12 году, они вам дадут полную, то есть это настолько, вот они продали вам Мегахилл или там суперкомплекс, они до сих пор, в каком году, 7 лет назад, они до сих пор хранят всех поставщиков, все, весь документ наоборот по вот этому суперкомплексу, который они вам когда-то продали. Это уникально. Я видела, ну это целая большая лекция, вот, давайте я не буду в нее углубляться, потому что вы просто устаете. Я вам так скажу, если есть, вы понимаете, как важно с этими антиоксидантами не переборщить, не доборщить и не использовать туфту. Туфту можно использовать, ее много, но если вы решили работать над своими антиоксидантными механизмами, пожалуйста, используйте, самое лучшее на рынке. Я так понимаю, они уверены в этом, что они лучшее предложение в мире, а у нас, ну все-таки у нас не весь мир тут, да, посоветское пространство, точно самое лучшее предложение. Потому что я знаю свой менталитет. Вы знаете свой менталитет. Если хорошо продается какой-то продукт, а вы на месте наклеиваете этикетки, ну представим себе на минуточку, что мы все работаем на одном предприятии, и у нас круто пошла каскара. Но она закончилась. Поэтому мы можем каскару клеить на нынчелакс. Так? Под подобное же действие. У тех людей такого в голове нет. Слава богу, они делают все от приема сырья до наклейки этикетки. Вообще наш рынок туда никак, никаким боком. Поэтому пишите американское. Следующий слайд. Я хочу сказать по поводу антиоксидантов, которых нам дала природа антиоксиданты. Если вы замечаете, например, я не сказала сегодня ничего по защитной формуле. Зря. Витамин А, Е, С, в хороших газировках цинк, селен. И что там еще в защитной формуле? Вот столько трав. Трав. Вот столько трав. Потому что представители НСП понимают, что может быть мы что-то не понимаем. Поэтому, чтобы вот этот натурально извлеченный витамин работал в организме бахтиной, серебряково, еще каком-то организме, во всех организме, давайте ему туда такие травы положим, чтобы это действительно работало. И есть целые лаборатории, которые проверяют безопасность и витамина С, и витамина Е, и витамина группы В. Безопасность на культурах человеческих клеток. И вам никогда не подсунуть то, что было опасно. Итак, смотрите. Антиоксиданты. Много во фруктах. Много это 5000 орак. Это суточная норма. По антиоксиданту. Смотрите, сколько мне чернослива нужно съесть. 100 грамм чернослива, и я в дамках даже меньше, 90 примерно. Но это много углеводов, заметили? А изюма 200 грамм. А черники? 200 грамм. А ежевики? 300 грамм. Понимаете? Объемы. В овощах тоже содержатся антиоксиданты. В капусте. Ну капусту нужно сколько? Ну 300 грамм. К примеру, 350 съесть. А все остальное меньше и меньше. Но это очень ценные антиоксиданты. Давайте пойдем дальше. Поэтому. Вот вы используете какой-то... У нас просто уникально созданные поливитаминные продукты. Они содержат травы. И такого обычно не встретишь. Потому что обычно об этом не знают. Упускают. Но если вы используете моновитамин С. Там есть флавоноиды. Витамин Е, если используете. Слушайте. Добавьте еще что-нибудь этакое. Грепайн. Грепайн это всего лишь экстракт кожуры винограда и сосновой смолы. Но это мощнейший антиоксидант. В 20 раз мощнее, чем витамин С. И в 40 раз мощнее, чем витамин Е. Это мощнейшая вещь. Мощнейшая. Добавьте. Пусть у вас будет два вида антиоксидантов. Витаминный в нашем понимании. И природный. Он тоже и то природный, и это природный. Но вот еще с другой стороны зайти к этой проблеме. Посмотрите, пожалуйста, на сок нони. Да дети у нас должны пить сок нони. Вы тогда вывалите еще 30 капсул черного ореха, 30 капсул какой-нибудь подарочки. И давайте просто по чайной ложечке. Пусть пьет гельминтом бой. Не надо всех убить. Опять-таки по гельминтам не надо всех убить. Но соблюдать физиологическую норму в количестве чужих очень даже прикольно. Следующий слайдик. Антиоксидант. Олег его обожает антиоксидант. Это куркумин. Ну не просто куркумин, который чайный, куркума, который чайными ложками едят. Там совершенно невероятный состав. И шиповник, и альфалипоевая кислота. Мы просто, смотрите, не будем есть антиоксидант. Заберут. Как солодку отобрали? Отобрали. Не продавалось. Поэтому давайте есть. Следующий. Ну замброза. Ладно, замброза понятно. Мы с Юрой очень много летаем. Он посчитал, за прошлый год у нас было 100 перелётов. Я прям не знаю, как сосуды такое может выдерживать. То есть один перелёт в 3 дня. Я не знаю, как так. Удивляюсь. Поэтому перед перелётом он покупает бутылочку замброзы. И мы, доходя до контрольки, мы эту бутылочку выпиваем пополам. Всё. Сосуды защищены. Это тоже в ораках. 100 миллилитров нашей замброзы содержит 5762 орака. И это ровно в половину выше, чем ближайший конкурент, которого уже нет. Ксан Го. Ближайший конкурент, которого уже нет. Манга Ксан. Ближайший конкурент, которого уже нет. Тахиши. Нони. Или я ошиблась? Или они живы, эти компании? Они такую конкуренцию нам создали? А? Нони жив. Нони жив. А такую конкуренцию создавали нам? Ой-ё-о-о-о, какую конкуренцию. Ребята, у нас продукт сделан на твёрдую пятёрку. И он проходит проверку времени. Поэтому, если вы когда-нибудь, ну, к вам придёт человек и скажет, что ты делаешь с этим НСП? Сколько ты уже здесь лет? Пойдём быстро заработаем. У нас там пирамидная, ну, у нас там бинарная система или тренарная, или ещё какая-то. Ребята, можно, конечно, заработать. Но, знаете, мы вас всегда ждём, потому что лучше иметь чек каждый месяц, растущий, и жить в этом шоколаде всю свою жизнь. И знайте, что не бывает монопродукта, который делает всё в организме. Надо соблюдать условия множества систем. И у нас наш ассортимент это позволяет делать. И по иммуностимуляции. Мне не нравится слово иммуностимуляция. Совершенно. Какая же это иммуностимуляция? Это иммуномодуляция. Давай-ка я тебе помогу работать лучше. Да? Ну и дальше. Эликсир молодости хотите? Александра, я твой эликсир молодости. Сейчас буду выдавать. Ну, в общем, есть у меня замечательная знакомая подруга. Ах, Александра Гуськова. Она живёт на две страны сейчас. Молдавия и Россия. И когда я на неё смотрю, говорю, Александра, как тебе удаётся так классно выглядеть? Александра доктор биологических наук. Ну, думаю, наверное, у неё есть какое-то секретище. Вот у меня его нет, а у неё есть секретище. Ну, в общем, вы знаете, не пришлось покупать секрет. Она почему-то мне его выдала. Сейчас мы ей за это и похлопаем. Как только я выдам этот секретище вам. В общем, он говорит, всё очень просто. Я беру 30 миллилитров замброзы. Мощный антиоксидант. Намангостини. Подаренный природой. Я беру 30 миллилитров соконония. Мощнейший антиоксидант. Который немножко повышает настроение. Немножко снимает воспалительный процесс. И борется со свободными радикалами. И 30 миллилитров коллоидных минералов с соком ассай. Вот там, в этих коллоидных минералах, всё для ваших супероксиддисмутаз. Я вам серьёзно говорю. Причём в коллоидной форме. И это дело я выпиваю каждое утро. Александра, покажитесь. Всё, спасибо большое. Это актор. Спасибо. Молодость. Спасибо большое. Дамы, господа. Старости нет. Просто много вопросов с деталями. И мы знаем, что с этим делать.